Так, в этом году по причине детской шалости произошло 22 пожара. 8 несовершеннолетних пострадали, 4 ребенка погибли. Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим родители призывают быть более внимательными и осторожными. Одно из главных правил по возможности не оставлять детей без присмотра и не допускать игр с огнем. Ведь, как показывает статистика, из-за детской шалости происходит большое количество пожаров с участием несовершеннолетних. Так, в Вязниках в начале года по этой причине огненная стихия унесла жизни малышей 3 и 4 лет. В избежании подобных трагедий сотрудники МЧС со своей стороны проводят огромное количество профилактических мероприятий в образовательных учреждениях региона. Огромная у нас работа проведена буквально в сентябре текущего года, в конце августа, в начале сентября. То есть это был месячник пожаробезопасности, который был посвящен началу учебного года. Непосредственно в нем было охвачено 818 образовательных учреждений, в том числе и дошкольные, и профессиональные образовательные учреждения, и общее образование школы, коррекционная школа различных видов. Проводились тренировки по эвакуации, проводились инструктажи. Сейчас, в преддверии школьных каникул, специалисты рекомендуют еще больше внимания уделить детской безопасности. Еще раз проговорить с детьми правила обращения с электроприборами, которые могут привести к трагедии. Отдельная тема – улица. Если ребенок маленький, с ним всегда должна быть информация о домашнем адресе, телефоне родителей. И с детьми всегда нужно быть на связи. И еще об одной опасности для детей – водоемах в осенне-зимний период. Эта тема также актуальна. Спасатели напоминают о трагедии, произошедшей в конце прошлого года. В Гусь-Хрустальном районе в озере утонули трое детей. И сейчас по области специалисты отмечают высокий уровень смертности несовершеннолетних в нашем регионе на водных объектах. По данным показателям, Владимирская область по детской смертности на данных объектах занимает первое место в Центральном федеральном огруке из 18 других субъектов. С наихудшей стороны мы отмечаемся. Например, после нас следует Рязанская область, Костромская, Московская область, Ярославская, где погибли от четырех до двух человек, а у нас уже до конца года уже восемь. В избежании трагедии в муниципальных образованиях у водных объектов сейчас ведется патрулирование. И при выявлении детей у водоемов оформляется протокол об административном правонарушении. 30 родителей и законных представителей уже привлекли к ответственности за оставление несовершеннолетних без присмотра вблизи потенциальной опасности.